Епископ в Арсенофе октября 1863 года, Санкт-Петербург, 6 августа 1934 года, Вологда, епископ Русской Православной Церкви, епископ Никольский, викарий Вологодской епархии. Биография, родился 14 октября 1863 года, в семье чиновника, окончил Санкт-Петербургскую гимназию императорского человеколюбивого общества. По благословению протеерей Иоанна Кронштадтского поступил послушником в Троице-Сергиеву Приморскую пустынь, где прожил послушником 11 лет. В 1897 году поступил вольна слушателем в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1901 был на последнем курсе по стрижам в Мантию с именем Варсенофи. 22 апреля того же года был рукоположан в Сан-Еромонаха. В том же году окончил академию со степенью кандидата богословия с правом соискания степени магистра богословия без нового устного испытания. 10 октября того же года назначен помощником смотрителя Слузского духовного училища. 27 июля 1903 года указом Святейшего Синода назначена должность инспектора Архангельской духовной семинарии. С 1 октября того же года по постановлению и управлению Архангельской духовной семинарией назначен председателем комиссии по производству испытаний на звание учителя церковно-приходской школы. 22 декабря 1907 года возведен в Сан-Архимандрит и назначен на должность настоятеля Артемеева Веркольского монастыря. Активно занимался миссионерской деятельностью. 3 июля 1910 года в Архангельской епархии для борьбы против панфинской и лютеранской пропаганды было образовано Кемское викариатство. Введения епископа Кемского были переданы приходы и монастыри Пинежского уезда. Место пребывания викарии определялся Артемеев. Веркольский монастырь и один из административных центров Карелии и села Ухта, которым было устроено подворье этого монастыря. Средства на содержание викарии и подворья в Ухтомском приходе выделялись и с Умартемеева Веркольского монастыря. 9 июля 1910 года указом Святейшего Синода определен быть викарием Архангельской епархии с присвоением ему именования «Кемский». 26 августа 1910 года в Троицком кафедральном соборе Архангельска совершена его хиротония во епископа Кемского викария Архангельской епархии. 6 мая 1911 года награжден орденом Святого Владимира Третьей степени. 14 февраля 1913 года карельские приходы Второго благочинения Кемского уезда Архангельской епархии переданы в подчинение новоучрежденного Сердобольского. Викариатство Финляндской епархии на основании особых правил. Викарий Архангельской епархии получил титул епископа Пенишского, сохраняя при этом должность настоятеля Артемеева Веркольского монастыря. С 13 ноября 1913 года епископ Каргопольский викарий Алонецкой епархии. С 14 сентября 1921 года епископ Никольский викарий Великоустюжской епархии. В Архангельской епархии с начала 1922 года после ареста епископа Антония не было правящего епископа, и управление епархией осуществлял Совет Объединенных Коллективов Верующих, который не был зарегистрирован органами государственной власти. В середине сентября 1923 года в ответ на просьбу верующих патриарх Тихон поручил епископу Варсонофию Временное Управление Архангельской епархией. 26 сентября епископ Варсонофий прибыл в Архангельск. 2 ноября 1923 года обновленческий архиепископ Архангельский Холмогорский Владимир попытался совершить торжественное богослужение в Кафедральном соборе Архангельска. Из-за крайнего возбуждения молящихся вызванного его появлением обновленческого архиерея вывели из алтаря черным ходом. Совет собора рекомендовал путь и тем более не являться в храм. Обновленцы донесли в местное отделение ГПУ о существовании в Архангельской организации монархической окраски Объединенного Совета Верующих, после чего практически все православное духовенство города во главе с епископом Варсонофием было арестовано. В местной печати было опубликовано заявление епископа Варсонофием следствию, которым архиерей якобы назвал своих сопроцессников контрреволюционерами. Писала несогласие с ними и о своем будто бы добровольном отъезде из епархии. Епископ был увезен в Каргополь и привлечен в качестве свидетеля к следствию по делу его брата Петра, являвшегося настоятелем Каргопольского Успенского монастыря. Во время пребывания епископа Варсонофием в Каргополе дело по обвинению архангельского духовенства было производством окончено, а дело самого епископа Варсонофием было выделено в отдельное производство и направлено в Москву, куда он уехал в том же году. В сентябре 1924 года решением особого совещания при ОГПУ был приговорен к ссылке на три года в Нарымский край. В июле 1926 году срок ссылки был продлен, а епископ переведен в Иркутскую губернию. В марте 1929 году в Вологодскую область. Летом 1929 года объявила о своем отделении от заместителя патриаршего местоблюстителя метрополита Сергия в связи с несогласием с его декларацией. Осенью того же года переехал в Ленинграде, где сблизился с возглавлявшим Иосифлянское движение архиепископом Дмитрием. В 1930 году был арестован и выслан на три года в Северный край. Поселился в доме крестьянина Макария Егоровича Пономарева около Кирилла Чалмогорской пустыни в окрестностях Каргополя. Участвовал в тайных богослужениях, в том числе в церкви пустыни. 1 сентября 1932 года епископ Варсанафий, схиархимандрит Кирилл, архимандрит Афанасий, игумен Василий Лебедев и иеромонах Варсанафий, иеромонах Дорофей, монахини Анна Мишина были арестованы по обвинению в контрреволюционной агитации. Как участники контрреволюционной группировки духовенства, районное отделение ОГПУ рапортовало о ликвидации контрреволюционной группировки духовенства и осифлянского толка под руководством Вихвелина, занимавшейся антисоветской агитацией. 26 ноября того же года по постановлению тройки по ПО ГПУ они были приговорены к заключению в концлагерь на срок от 5 до 8 лет, которые заменены ссылкой на тот же срок. Первоначально наказание отбывал в Катлосском, затем в Вологодском районе Северного края. Скончался 6 августа 1934 года в ссылке, похоронен в Вологде.